Ну вот про дубайский проект, который выходит 25 июня. Называется «Выжить в Дубае», выходит 25 июня. Великолепный, прекрасный сезон. Команда звезд. Практически всех знаю, кроме Павла Мамаева. Команда из народа. Посмотри, как здесь красиво. Это гибрид реалити-шоу и «Орла и решки», тревел-шоу. Ну если так вот, как тебе сказать, прям совсем жестко загнать в какие-то рамки, так чтобы, типа, вот она калька, вообще нет. Ну то есть две команды борются друг с другом. Одни живут в роскошных условиях, а другие живут в... Сразу хочу пояснить всем, потому что, как сказать, люди тоже такие набрасываются, типа, в Дубай, а что бы вам не повыживать в Мурманске? Повыживаем мы в Мурманске, это пока первый сезон. Сейчас все объясню, почему, откуда. Опять звезд отвезли жаровать. Нет, не отвезли звезд жаровать. Рассказываю. Есть команда людей, которые никогда не были за границей. У большинства даже не было загранпаспортов. Мы им сделали загранпаспорта. И они впервые в своей жизни приехали за границу и сразу в Дубай. Есть звездная команда. Это те, кто прожили условно жизнь в лакшери с какого-то момента. Эти две команды встречаются в пустыне каждые два дня. И между ними есть состязания, соревнования. Кто проиграл, остается выживать в пустыне. На песке, без чего-либо. Сами обустраивайте себе лагерь в течение проекта. Добывайте еду, ставьте себе палатки, делайте себе душ. Все по-честному. Все по-честному. Вот вам лопатка, это туалет. Вот так. Вторая команда, которая выиграла, отправляется в шикарный отель. И у тех, и у других есть одинаковая возможность либо выживать в пустыне, либо жить в лакшери. Ну и что, скажи мне вот даже после такого рассказа. После такого рассказа могу сказать одно. Я мечтаю увидеть, как футболист Мамаев окажется в пустыне. Потому что это будет супер несправедливым. Кармическая история, если он еще будет у вас там жить в лакшери условиях. Мне кажется, вся страна мечтает увидеть вот это вот исправление. Исправление века. Ну, я тебе скажу, честно, ты будешь очень сильно удивлена. Как он себя там проявит. Тому, как проявит себя Мамаев на этом проекте. Так, очень хочу на это посмотреть. Более того, я тебе скажу, когда выйдет вот это интервью, мы, наверное, будем знать больше участников. Но мы уже знаем, что и Дава поучаствовал в проекте, и Тимур Батрудинов поучаствовал в проекте. Очень необычно себя проявили все. Я, кстати, могу тебе сказать, что когда-то смотрела «Последний герой». Ну, помнишь, да, такое шоу? Я думаю, что у вас тоже оно как референс где-то было же. Ну, не совсем так. У нас почти не было референсов. Это придумалось вот так вот. Это нас с Лейсанд потеряли в пустыне. Мы катались на баге. В какой-то момент мы сказали, вы можете пойти покататься. Мы тут походим, помедитируем и все такое. И мы поуходили и помедитировали туда, где нас не нашли. Телефоны все остались в баге. Потому что мы катались, оставили их в этих боксах, которые закрываются, чтобы не песок, ничего. И нас нормально поискали, стемнело уже. Мы там задумались о том, что, блин, а если здесь остаться на ночь? А как тут жить, выживать? А тут наверняка скорпион или что-то. И пока ходили, зацепились. Просто простой идеей о том, что, блин, было бы сделать классно шоу про выжить в пустыне. Потом так, наверное, надо привезти звезд. Слушай, опять вот звезды, они опять вот будут, еще и в Дубае, не жирно ли им? И Ляса сказала, людей, которые никогда не были, надо привезти сюда. И вот это так вот как-то быстро сложилось. Потом еще я пару недель походил, пододумывал. Потом пришел на канал, сказал, есть такой концепт. Мне сказали, огонь, давай. Делай презентацию, делай все, возьмись за это. Я сделал презентацию, подключился уже там в какой-то момент Костя Обухов. Проект был запущен, ты не представляешь, ну нет таких скоростей в телевидении. И это необычное реалити, потому что реалити, мы приехали в дом, приехали в какую-то локацию, мы живем, вот обживаем ее. Мы обжили город. Мы снимали в Дубае везде. Это реалити, которая освоила целый город, целый Эмират. Кроме того, что еще пустыня была отдельной локации. Юмор будет там? Много будет юмора. Потому что там, где ты себя ждет, юмора. Много любви. Будет много настоящих чувств. Будет много трагедий. Там что, кто-то построил свою любовь? Будет много, ничего не хочу, будет очень много разочарований. Будет много того, чего ты даже в некоторых людях не предполагала. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова